Несколько минут назад стало известно, что трагически закончилась для Юрия Шатунова поездка в город своей юности. Чрезвычайное происшествие случилось с Юрием Шатуновым в столице Башкирии, городе Уфа. Несколько минут назад полиция и скорая помощь подъехали по адресу проспект Октября 27, где раньше жил Юрий Шатунов. Преступников задержали по горячим следам. Молодые 20-летние гопники в отделе полиции пытались заявить, что они просто не узнали Юрия Васильевича. Правда, кому легче теперь от этого? Легендарный певец уже более 15 лет вместе с супругой и двумя детьми живет в Германии, в Мюнхене. Владеет игровым и строительным бизнесом и иногда приезжает в Россию для корпоративных концертов. Вчера вечером звезда российской эстрады прибыл в столицу Башкирии для проведения праздничного концерта, посвященного Дню нефтяников Башкирии. У Юрия Васильевича часто спрашивают, а есть ли у вас охрана? В ответ певец лишь застенчиво улыбается и говорит, что справится сам. Кто бы мог подумать, что всенародный любимец станет жертвой преступников. Сегодня около 6 утра, возвращаясь с концерта, машина Юрия Шатунова подрезал джип. Вероятно, преступники знали заранее, что певец едет с концерта и при себе будет иметь большую сумму денег. Злоумышленники забрали у певца ключи от машины, 3000 долларов и около 7 миллионов рублей. Помимо этого были похищены несколько телефонов, ноутбук и айпад. Юрий Васильевич часто рассказывал, что в детдоме ему жилось непросто и он может постоять за себе. К сожалению, силы были неравны и Юрий Шатунов был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Преступники были задержаны через несколько минут в ближайшем кабаке на улице Проспекте Октября. Они даже не успели потратить похищенные деньги. Юрий Васильевич никак не комментирует произошедшее.